Пабрикс, помолчи! Маньяк власти просто. А то ж! Какое-нибудь такое тупенькое. Так и прорвемся. Чингвапра. Родная. Ну, Тайвань. У них новый смертельный вирус. Че ты весь в волдырях? Опять взятки брал? Привет всем! Мы снова делимся с вами своим настроением. У нас сегодня классный выпуск 20-й. Второй юбилейный. Мы, это я, Евгения Шавранек, Александр Шунин, наш неизменный гость. У нас всегда есть гость, всегда разный. Но он всегда неизменно с нами. Сегодня у нас Яна Гарнича. Это директор по маркетингу H-Camp Motors в Латвии и в Эстонии. Будем сегодня говорить про машины в том числе. Ну что, погнали по новостям? У кого первая новость? А первая новость будет актуальна. Не менее актуальна, чем наш 20-й выпуск. События в Беларуси. Но я начну с профессионального. Новостные агентства сообщают, что посольство Латвии Беларуси задействовано в поисках спецкора Медузы. И меня несколько резанул этот заголовок, если честно, потому что... Ну, мы наверняка про Беларусь сегодня много будем говорить, я выскажусь. Но конкретно, что касается спецкора Медузы, мне очень жалко спецкора Медузы, пропавшего Максима Солопова. Но помимо него в Минске исчезли корреспонденты РБК, Дейли Сторм, российский военкор, издание Вор Гонза. Не знаю, впервые такое слышу, что за Вор Гонза. И, внимание, даже спутник Беларуси. Ну, если спасать, мне кажется, и искать, тогда надо впрягаться прям за всех. Вот такой момент. Это, кстати, да, момент, который я тоже отметила. То есть для тех, кто, может быть, не в курсе, вдруг такие есть. В воскресенье в Беларуси прошли выборы президента. Легитимные они или нелегитимные будут, я надеюсь, определить независимая комиссия, которая когда-нибудь, возможно, появится. Лукашенко победил 80%, 10% у Тихановской. Все понятно. Лукашенко вцепился в власть бульдожихваткой, отдавать он ее не собирается. Он маньяк власти просто. Поэтому, и что вот в разрезе этих глобальных новостей, что я хотела бы сказать. Во-первых, наши политики, как всегда, упустили возможность промолчать, но они как бы не должны были промолчать, но они, наверное, впервые за долгое время оказались в такой очень деликатной ситуации. То есть, как бы вроде надо высказаться, как непонятно, и Лукашенко вроде дружит с Путиным, но вроде как бы не очень дружит, а тут у нас граница рядом, а что-то вот тут надо что-то сказать, а поздравить, не поздравить, заметались, занервничали и высказались максимально пространно так. Не согласен. Ну, я закончу сейчас. Смотри, ну, смотри, наш президент сказал, что да, как бы возможно были какие-то нарушения, не очень нам это все нравится, неплохо было бы независимой комиссии это все исследовать. Пабрикс в том числе высказался. То есть, в отличие от ситуации, которая возникала вот буквально недавно в Америке, когда мы вышли, боль, понимаем, вот примерно вот рабовладельческий строит такой же примерно, как наша оккупация, мы с вами. Здесь он наоборот, он как бы не то, что он против смены власти, он вроде как поддерживает народ. В общем, мы не очень определились. Более того, все наблюдатели, исследователи, которые у нас здесь в Латвии находятся, приняли решение, что пока мы никакого решения принимать не будем, мы будем наблюдать за развитием ситуации. Процитируем. Пабрикс. Россия не допустит демократизации Белоруссии. Мы это видели, например, и Украины. Пабрикс говорит, война, будет война, которую инициирует Кремль. Пабрикс, помолчи. Псих. Так об этом и речь. Вот то, о чем ты говорила. Можно хоть раз в жизни нашим политикам не бежать впереди планеты всей, о соседей идет речь. Или о Буркина-Фасо, которое неизвестно где находится, по большому счету, с другой стороны глобуса. Помолчи. Подожди, чем дело закончится, куда все повернется. Второй момент, который меня зацепил во всей этой новости, это видеообращение... Алло. Это видеообращение Светланы Тихановской, который с грустными глазами сказал, ах, я, наверное, все-таки слабая женщина, я тут прям прифигела. Ну, блин, дорогая моя, либо ты идешь свергать просто тоталитарный режим и пытаешься с ним бороться, становишься национальным героем, и тогда ты уже, ну, автоматически не можешь быть слабой. Либо ты завариваешь какую-то фантастическую бучу, находясь в оппозиции, подрываешь народ, являешься тем самым детонатором, который всколыхнул вот это вот народное волнение, и сливаешься в Литву и плачешь на камеру. А можно, можно, можно сразу, сразу, пока не позвонили из Беларуси, видимо, оттуда звонок долго проходит, сразу дополнить. В смысле она свалила в Литву? У нее уже там дети были, были готовы. И в отличие от наших политиков, вот, высшего ранга, я очень хочу посидеть, посмотреть, чем закончится. Давайте уйдем от Брусска. Да, наконец-то. Давайте мы перейдем... Яна засиделась только у нас. А вот по путешествиям, наверное, все мы, в общем-то, соскучились. Есть вариант, что мы можем две недели поездить на беспилотнике по Елгаве, который запускается в пятницу, как оказывается. Ну, интересно вообще, как это будет происходить, какой маршрут. Я читал об этом, как это будет происходить. Это не совсем робот, там внутри будет сидеть оператор. Да, будет какой-то надзиратель. Почему не водитель бы просто посадить, как обычно? Там тема такая. Человек еще не до конца научился доверять роботу, несмотря на все вот эти три азимовских закона. Да, он как бы блюдет. У него есть тревожная кнопка. Если что-то пойдет не так, он сразу... И катапультируется. Стоп, машина. Единственное, что, конечно, вопрос про катапультирование. Действительно ли, если что-то случается, этот человек может как-то реагировать, как это все запрограммировано. Ну, насколько известно, что да, со страховыми компаниями здесь вопрос открыт. Ну, наверное, этот вопрос решен. Ну, буквально недавно мы были на тест-драйве. Ну, и что это было? Ранч Роэль. Дефендер. Дефендер. Да, который поднимался на какую-то эстакаду, потом как-то с нее спускался. Мне впервые в машине реально стало страшно, когда он замер. Просто вот сколько там, 45 градусов, наверное. И тут еще попу ему подняли. Да, и он начинает поднимать, и ты сидишь. Причем, когда мы сели еще туда как пассажир, и нам водитель говорит, ну, надо пристегнуться. Я думаю, ну, мы же вот по горке. Капец, какой ужас. Ой, Влад, твоя куртка чуть не упала. Она не пустяогнута. А когда я повисла на этих ремнях, я поняла, в общем-то, требование пристегнуться. Ну, было классно. Nothing special. No nothing special. Да. Возможности нового Дефендера фантастически. А страшнее было наверх или вниз ехать? Вниз. Наверх. Прекрасное ощущение, очень комфортно. Наверх. А мне вниз. Ну, наверх не видно ни черта, кроме неба. А вниз я понимаю, что мы сейчас носом навернемся. Я даже представил, что мы мало того, что мы можем навернуться и перевернуться. Не перевернуться. Ну, это земля, ниже не опустишься. А так, как бы, небо. А если мы назад перевернемся? Выше эстакады не падают. То есть, как бы, сюда видно, куда ты падаешь. А туда ты не видишь, куда ты падаешь. Падаешь в небо. Нет, нет. Яна, давайте мы его сразу тогда к электрокарам перейдем. В Германии есть такой автомобильчик Renault Zoe. Маленький. Совсем маленький. Любопытно. И что государство субсидирует всех покупателей этого автомобиля. Чуть ли не бесплатно, в общем-то, его предоставляет. Но в Латвии, к сожалению, в данный момент и, в общем-то, и в Эстонии тоже государство не субсидирует покупку этих автомобилей. У нас был года два назад момент, когда были предоставлены еврофонды. На данный момент у нас что? Бесплатная парковка, возможность передвигаться на этом автомобиле по полосе общественного транспорта, бесплатный проезд пьюрмалу. Ну, не нужно платить дорожный налог. Да, что предлагает Inchcape? Ягуар, электрический, называется I-Pace. Достаточно дорогой автомобиль, но это действительно роскошный автомобиль. Кажется, ну что там, электрический автомобиль наверняка такое, что-то очень такое миленькое, такое какое-нибудь такое тупенькое, да, но на самом деле это не так. По скромнее в цене это электрический мини. То есть спрос все-таки есть. Могу сказать, что, конечно, с середины марта и до середины апреля, вот до Пасхи, в общем-то, в автоцентрах было очень-очень мало. Безопасно, назовем это так. Было очень безопасно, дистанцирование было полное, больше двух метров, но в мае месяце появилось очень сильное оживление, июнь, и даже июль у нас, в общем-то, ударные месяцы, несмотря ни на что, мы очень хорошо сработали и в Эстонии, и в Латвии, и во всех наших автоцентрах. Вот, у меня новость, хорошая какая, Яна, вам она тоже понравится. С новой недели наконец-то можно будет собираться до тысячи человек. Сбылась твоя мечта. Сбылась моя мечта. Почти, но она почему-то сбылась в такой момент, когда все страны все закрывают, у нас открылась. А это знаешь, что как это, по какому принципу? Антипрививочники. То есть, пока все вокруг привиты, то есть, пока все вокруг изолированы, нам нечего бояться. Нам нужно закрывать границы тогда, когда все откроют. Так и прорвемся. Помимо того, что это делается, когда все начали бояться второй волны, мы, давай выходим из дома. Это на следующей неделе, да? Да, 17 августа. Класс! Как раз-таки после того, как отгремят подряд три дня празднования, дня рождения Риги. В эти выходные день Риги. Да, да. И вот мне было бы логично, начиная с пятницы, вот эту мерку. Иначе тогда в Елгову никто не поедет кататься на бестилоте. Правильно, точно. Мы же сами собираемся. Тонко так все. Я думаю, тут все продумано. Я что хотела сказать, что природа не дремлет, и опять на арену вышли китайцы. Можно я как-то куполом закрыть? Они меня пугают. У них новый смертельный вирус, прямо вспышка, из полутора миллиардов китайцев, 60 человек, укусил клещ, и они получили вирус СФТС. Так, все. И ты представляешь, уже умерли 7. Вообще, я думаю, знаешь, почему нас выпускают? Потому что не будет вторая волна, будет новый тренд. Знания помножают скорбь. Но я больше не могу терпеть, я думал, под конец записи оставить позитивную новость про ковид. Найдено спасение от тяжелых осложнений ковид-19. Некий университет Лаваля показал, в красном вине содержится много антиоксиданта, кресвера трола, и он способен повышать уровень белка АЦЕ2, в силе человека этот белок может уменьшать тяжесть острого дистресс-синдрома. Ну, в общем, последствия ковида. У меня у нас есть инсайдерская информация, что у Яны есть другая инсайдерская информация. Когда началась первая волна, то было сказано, что нужно пить ром. Новость у меня. Латвия окажет финансовую помощь Ливану, пострадавшему от разрушительного взрыва 4 августа. И вот тут я так немножечко приофигела. То есть, почему у нас Латвия, как всегда, включит человеколюбие, там, сочувствие, эмпатию, когда дело касается страны, к которой мы не имеем никакого отношения, которая находится черти где. В то время, как, например, у нас, здесь у самих, кризис шагает с мимильными шагами. Я вот, кстати, в привязке к этой новости хотела сразу такая вот на размышление. То есть, когда была первая волна кризиса и начали вычислять пособия, которые нужно платить по простою, то как их вычисляли? Брали твой доход за год, вот март-март. А сейчас, например, если будет вторая волна, как его вычислять? Уже непонятно. Две месяца люди отсидели, там три месяца, даже два месяца пытались вести концы с концами. Как сейчас будет выплатить? Непонятно. Вторая волна, вторая волна, то, что будет вторая волна, это, ну, я в этом больше чем уверена, потому что под второй волну всегда можно попросить еще денег, потому что нельзя просить деньги на борьбу с последствиями кризиса, у тебя не было кризиса, надо организовать кризис, поэтому то, что у нас будет вторая волна, это гарантированно. Сейчас у нас выпустят, будет 20 заболевших, начнется вторая волна, это будет в конце августа. Мы потом это можем поставить. Так вот, и на самом деле и Латвия, и Ливан вот в списке стран по объему ВВП находятся примерно на одном уровне. Вот где-то сотые места, вот 95-103, примерно так. Чем ему помогать, непонятно, и еще очень деликатно не написали, сколько конкретно мы хотим им перевести. Написали, но на другом ресурсе 50 тысяч мы перечислили. Вот зачем это? А я тебе объясню, зачем. Я с тобой исключительно совершенно не согласен. То есть, ты, конечно же, права, мы сами в долгах, как в шелках, и бедные, и нам бы кто помог, но это совершенно разные вещи. Внутренний какой-то кризис, связанный, не знаю, с экономической ситуацией, с эпидемиологической, а там реально человеческая катастрофа. Их тряхануло, там, десятки тысяч бездомных, вот у них гуманитарная катастрофа. И всем миром скинулся хоть как по копеечке, но это просто жест доброй воли, не более того. Нам эти 50 штук ни о чем, что сломут дробины. Да им тоже ни о чем. Да, но тем не менее. Ну, нет, вещи другого порядка. Ну, ладно, хорошо, я признаюсь, что я не права. Но про гуманитарную, не то чтобы катастрофу, а ситуацию, у меня есть целый блок таких гуманитарных новостей. Начну с забавной. Эстонский, что характерно, экстрасенс, ну, казалось бы, человек, но экстрасенс, ну, ты же как бы должен понимать, что происходит. Приехала в Юрмлу и удивилась. Чему она удивилась? Оператор от Бога смеется за кадром. предвидеть все, кроме того, что он увидит только что. Совершенно верно. Эстонский экстрасенс Илона Калдер на днях побывала в Латвии. Ой, я ее знаю, кстати. И была крайне удивлена ценам в магазинах. Ну, то есть, ее удивили ботиночки за 555 евро на скидке, а оригинально они стоили в два раза дороже. То есть, она как бы в Юрмале? Да. А где? Она Симаронер. А еще остались? Женька, оставь себе. Я просто, я не Аня, она же хотела. Я просто думаю, что... Продолжение вот дороговизны всего и вся. После двухмесячного затишья в Латвии вновь вернулся рост цен. Атош! Скажи им, что денег нет. Начали с электричества. Атош, смотри, подорожало все. Товары подорожали, услуги подорожали, транспортные товары и услуги подорожали, продукты питания безалкогольной напитки, алкогольной напитки подорожали, табачные изделия, услуги здравоохранения и так далее и тому подобное. Ну, заживем теперь. Причем подорожали вот прям по сравнению даже с июлем. Выключили как будто коронакризис и теперь топим, как у нас было. Я брат... У вас цены повысили? Да, у нас тоже уже закончились скидки на многие машины. Подорожали. Но еще остались. Не, вам-то можно. Но еще остались. Еще некоторые остались, поэтому можно еще успеть. Знаете, одно дело... Я объясню свою шутку. Одно дело эксклюзивные автомобили, типа электрический Ягуар, например. Но ты не каждый день за ним пойдешь. А масло там, какой-то хлеб, молоко, сыр, вино то же самое. Свет включить. Вот как у нас. Свет включить, да. Ну, как бы... Почему они должны расти? А, нет. Ладно, что они выросли по сравнению с июлем. Они выросли по сравнению с июлем прошлого года. То есть, ну, ты только что говорила, что все сидели без работы на Велфри, который вот-вот закончится. Непонятно, не дай бог, вторая волна, на что мы вообще будем выживать. А тут цены на все растут. Параллельно, как продолжение этому всему, в Риге стало меньше малообеспеченных и нуждающихся. Что характерно, даже посчитали. Количество... Да. Уберу это. Спасибо. Обычно я это делаю. И вот за мной пора убирать посуду. Смотрю, как он болтает. Ай, колышется. По сравнению с июнем на 2% или 96 человек вернулось к показателям июля прошлого года. Это что означает? Это означает, что закончили способие по безработице. И теперь они выходят на работу. Жить, как говорится, хорошо. То, о чем мы говорили в прошлой передаче. Наш гость в прошлый раз говорил, что все умные июля. Более того, я думаю, что во время кризиса на самом деле достаточно приличное количество работодателей, в том числе я договаривался со своими работниками, то есть увольняя их временно, они становятся на биржу, получают деньги от государства, работодатель, по крайней мере, хоть там делает какую-то паузу, отдыхает, выдыхает в такую ситуацию. А потом возвращает их обратно. И вот мы сейчас это видим. И последняя новость из этого блока. Это, кстати, хорошая новость. Мы об этом много говорили и пытались продвинуть даже это решение в силу возможностей бытностной работы на центральном рынке. Магазины, правда, смогут сами раздавать продукты с истекшим сроком годности, не обращаясь в благотворительные организации. Огромнейшая проблема. Ну, была. Не все продукты на следующий день после истекшего срока годности прям становятся ядовитыми. Это называется «рекомендовано до». Ну, то есть на каких-то написано прям вот сегодняшним днем и не часом позже, а некоторые «рекомендовано». То есть, есть люфт. Все равно надо было уничтожать, как угодно избавляться от этих продуктов в то время, как есть приюты, масса обеспеченных и так далее. Вот, наконец-то, нашли решение. Магазины смогут их раздавать такие продукты. Я могу сказать, что это как грустная. Она грустная, но она положительная, потому что действительно, ну, слушай, не до жиру. В ситуации, когда действительно, ну, сколько раз мы говорили... Нет, так я не говорю, что, ну, не надо раздавать, потому что это у нас достаточно грустная для меня. Да, было бы хорошо, если бы у нас не было малообеспеченных вообще, но в такой ситуации, когда у нас просто десятки тысяч ниже черты бедности или вот колышутся где-то в районе неё выбрасывать продукты это преступное расточительство, я считаю. Если есть возможность кому-то помочь, надо им помочь. Кто у нас? Глава? Глава Рогозин предложил, что нужно спутники, ракеты, космические корабли разрисовывать. Ну, вот, я думаю, что такая красота возит вообще. То есть много таких ярких ракеток. Ну, мне нравится идея. Весь космос будет знать, русские летят. Вот стопудово. Весь космос это кто? Можно узнать? Как подносы? Весь наш обжитой космос. Кто там именно? Как они там? Ну, земля и окрестности. Ну, не будем формалистами. Если жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Они будут как эти... Пускай бороздят. Как яйца Фаберже там летать. Разноцветные, такие можно ещё золотом покрыть. У меня вообще новости закончились. Я с удовольствием продолжу. Я буду подключаться к вашим новостям. У меня опять есть некоторый блочок про филистов. Мы какую-то новость пропустили. Вот спутник, спутник. Космос. Про вакцину. Давайте, вот это я знаю. Это я могу сказать без новости новость. В России вроде как разработали антиковидную вакцину, называв её спутник В. А в России всё хорошее и правильное государство и называют спутником. Называют спутник, да. И недавно тут Путин выступил с заявлением, что его дочь, которая не все даже знает, как она выглядит, не уверена, есть ли она, но она точно есть. Возможно, где-то там уже даже привилась. Это такой отличный пиар-ход. Про салон и кжель и хохломы и космические корабли. Какой-нибудь самый бешеный дизайн интерьера или экстерьера, который заказывал клиент? Ну, у нас в Латвии вообще так достаточно сдержанные люди выбирают себе автомобили. Для того, что в Эстонии, да? В Эстонии тоже. В общем-то, снаружи не хотят сильно отличаться. А даже не внутри расходятся. Ну, могут быть там красный салон, какой-то яркий, оранжевый, коричневый. Но все-таки цвета автомобилей в основном выбирают такие сдержанные. Ну, а так никто не приходил и говорил, вот я хочу Ягуар, и покрасьте мне его в Леопард. А шкуру, да, Ягуар. Нет, у меня был один клиент, когда я еще работала в другой компании, предлагал автомобиль и Lexus. Он, да, он купил своей жене автомобиль красного цвета, но он был не такого красного, какого он хотел. И он очень хотел, чтобы мы ему его перекрасили в другой красный цвет. на что, в общем-то, мы пытались его отговорить, и он был очень недоволен, что мы его отговаривали, потому что это от души, потому что, чтобы потом ему не было, у него не было проблем при продаже этого автомобиля дальше. Он, по-моему, у него не было проблем, когда он пригонит не тот красный домой. То есть тот красный немножечко отличался от того красного, который очень хотела супруга. Можно я теперь перейду к блоку про аферистов. Конечно, мы уже оборжали всех своих знакомых. Новость, так сказать, задним числом, что называется. Ликвидатор банка АБЛВ признался, что получить информацию можно и без обыска. Надеюсь, все помним вот это вот маски-шоу, когда вломились в очередной банк, провели полный личный и неличный досмотр, и тут теперь оказывается, что получить необходимую информацию, правоохранительные органы могут просто послать запрос вместо того, чтобы устраивать обыски. Особенно в разгар рабочего дня, особенно, когда об этом знают все, и там урон репутации и черт и чему. Та-дам! Молодцы приехали. Ладно. Следующая новость. КНАП передал прокуратуре дело о взяточничестве. Это не то, чтобы мне нравится слово, я его смаковал, а чтобы не сбиться, я его так черт и произнес. А не КНАП ли арестовал Дану Бьорк? Он не арестовал Дану Бьорк. Ой, он просто арестовал, а штрафовал. КНАП, да, Дан, директор русского театра, получила штраф на 150 евро за то, что ей вовремя не успели закрыть фирму, и получилось у нее совмещение должностей, которое не разрешено законодательством. Она уже сказала, спасибо, доброжелательница. Кто-то знал, стуканул, и ее штрафом. Штраф всего 150 евро, и то, потому что не успела. Видимо, в СГД много работ, там реально много работ. Так вот, КНАП передал прокуратуре дело о взяточничестве против предприятия Латвия Стилд. Это красивая история. Кстати, ее уже начали использовать в политической борьбе. Одна из кандидатов в мэры Риги упрекает... А мы не можем называть Фармином? Да, зачем? Кем? 29 августа всем им судья попрекает другого кандидата в мэры Риги тем, что он когда-то работал в руководстве этого предприятия Латвия Стилд, и, мол, еще неизвестно, как тебе там взятки давали. История какая? История тоже не нова. Латвия Стилд якобы принесла взятку одному портовому сотруднику, причем это было в Клайпеде. Красиво принесли. Принесли коробку с коньяком, внутри часы и немножко кэша. А где самые часы? И она говорит, часы, говоришь, история повторяется, говоришь, эстраду межопарка строишь, говоришь. Пока мы записывали эту программу, пришла другая новость. Двух полицейских... Знаете, я ограничусь заголовком. Это на самом деле достаточно. Двух полицейских подозревают в получении взятки чем? Медом! Пчелки наши. По вашей немножко части... Это 20% выдал улей. Должностные лица государственной полиции, работающие в надзоре за сообщением. Пчелином? Ну, дорожным, наверное. Летит рой. Рой так звали. Так неприятно, когда ты заслужился только для того, что крышуешь пасечника и тебя берут за взятку медом. Вообще, история успеха. Чуть их пасеку крышу. Чуть весь в волдырях опять взятки брал. На свои доли лазил. Завязывай ты лезть в это дело. Сладенькая оттопрать что-то ведет. Я не могу. У меня сахар получил. Сегодня без взяток. За сахар. У меня новостей больше нет. Это новостей, да? А у Яны? Я даже не знаю, как это с пчелами, но, наверное, просто потому что летают. Ну, пчелы летают. И тут Тайвань. Да, да, да. Пчелы летают. А хотите, я докажу, что я даже к этому подведу? Я тоже могу подвести. Давай, сравним. Просто в отличие от этих самолетов пчелы знают, куда летают по самолету, и их пассажиры нет. А теперь смотри, как бы я это обыграл. Пчелы летают, но летают недалеко. И то же самое предлагают людям. Полетать, но недалеко. Почему недалеко? Очень даже далеко. Они летают далеко туда и далеко обратно, но нигде не приземляют. Давайте мы эту новость обоцинтриговарим. Да, новость наконец-то озвучим. Элитные авиарейсы в никуда. В Тайване. В Тайване, да. Путешествия в никуда тайванских авиакомпаний набирают популярность из-за закрытых границ на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Международное радио Тайваня. Международное радио Тайваня. Но Тайваня. Окей. Ну, как в том старом анекдоте про глобус Украины. Невероятно. Но фишка-то в том, что они взлетают и никуда не улетают. Они покружились, покружились и не улетают. Над Тайванем или соседними странами. Вы говорите, никуда далеко. Соседние страны даже посещают. Можно в иллюминатор посмотреть. Ой, я бы взлетел. А как низко, интересно, они приснижаются. Билеты на все 188 мест были проданы, кстати. Ой, Яна, вы купили бы такой билет? Ну, мне кажется, сейчас, если хочется куда-то полететь, можно и купить билет. Это уже тоже, особенно если услышал по радио. Вы что-то на авар. Тайваньскому. А я не собрел. А я рапор, туй, юань. А 7 августа уже, кстати, уже слетали. Я думаю, что это хороший такой шаг, как можно заработать дополнительные деньги. Хорошо, ну что. Якинги оценят. Яна, помимо того, что мы узнали, что ваш дядя был космонавтом, хоть и никуда не летал, мы узнали огромное количество новостей нашего автопрома. Ну, не нашего, к сожалению, но в целом. На чем поедем тестировать в ближайшее время? Что у вас будет такого вау? Ну, я предлагаю вау новый все-таки Land Rover Defender. Поедем, да? Опять на горку? Нет. Нет, ровненько. С вами? Куда угодно. Отлично. В общем, мы согласны на все. А теперь у нас розыгрыш призов, объявление новых призов и мы прощаемся. И поконим. И поконим. Мы сегодня не традиционно разыграем наши призы. Во-первых, мы хотим отдать подарочную карту в СПА-салон Pullman All Trigger Experience Все дела три часа нашему топовому комментатору Алексею Гуленко. Просим, просим. Накомментировал. Он так усердно везде комментирует и никак не выпадает. И мы общим советом только что решили, что мы отдадим эту карту ему. Вот, наконец, настал тот час. И второй приз всеобщей истории архитектуры от наших партнеров книги под заказ. Тут уже традиционно. Мы выписали всех комментаторов там и так далее. Алияна, тяните. Лев Копылов, свяжитесь, пожалуйста, с нами и мы передадим вам книгу. В этот раз мы разыгрываем, во-первых, подарочную карту в СПА от Pullman All Trigger, что им большое спасибо. И две книги «Великие чудеса света» и завтрак у бабушки. От книги под заказ. Что нужно сделать? Шерить, комментировать, подписываться, подписываться на нашу страничку в Фейсбуке, подписываться на Ютуб-канал, ругать, хвалить, предлагать, делиться идеями. В общем, быть с нами. Всем пока. И кататься на Defendery. Субтитры сделал DimaTorzok